Всем привет! Меня зовут Анна Городжия и это хроники звездных свадеб. Сегодня наш первый выпуск открывает красивая, счастливая Алена Водонаева. Секс-символ российского шоу-бизнеса откроет все секреты своей свадьбы, которая действительно стала одним из самых пышных торжеств этого года. Ну что ж, поехали! Алёнушка, дорогая, здравствуй! Я очень рада, что у тебя нашлось время поговорить о твоей свадьбе, тем более, что твое торжество никого не оставило равнодушным, потому что оно было не стандартное, не такое зефирное, как все любят, а вот в такой стилистике где мы находимся. Тебе что-то напоминает? Ты специально подобрала такую студию? Конечно. Потому что я когда сюда зашла, я подумала, что мы вообще где-то в Риме, в каком-то готическом музее. Но тебе нравится здесь? Ты чувствуешь себя вот в своей тарелке? Я всегда себя чувствую в своей тарелке, когда я нахожусь в темных тонах, на самом деле мне все это очень нравится. Спасибо тебе за то, что ты так хорошо почувствовала нашу атмосферу пары, наше настроение и на свадьбе все было настолько идеально, вот без этих как раз зефирных, ванильных лоскутков. Ну это правда. Скажи, пожалуйста, почему все-таки не зефирная, а почему готическая свадьба? Я честно не думала, что она вообще готическая. Ее так назвали уже в прессе. Black Diamond. Ты помнишь, когда мы с тобой ее делали, у нас не было вообще мысли, что это должно быть что-то готическое. Просто так все совпало. Дворец бракосочетания на английской набережной почему-то там, ты помнишь, на первом этаже было все очень такое... Интерьер такой располагал как раз. Интерьер был готический, да. И платье мое, я не хотела делать себе готику, я просто сделала платье, которое по фасону мне очень подходило. И не ожидала, что будет все так готическо смотреться, но было круто. Black Diamond, она ведь у нас называлась. Да. Черный бриллиант. Я помню, что мы с тобой очень правильно поступили. Вначале сделали свадьбу, потом придумали концепцию. И название. На самом деле это было важно, потому что мы... Помнишь, а никто, кстати, не знает, что сначала у нас была свадьба, а потом уже, когда мы ехали в ЗАГС после самой свадьбы, мы с тобой придумали, а, это будет Black Diamond. Нам нужен был хэштег какой-то очень грамотный. Скажи мне, пожалуйста, а вот белые цвета ты вот использовала как раз в платье. Кто был дизайнером и кто сделал вообще это чудо? И почему именно этот дизайнер? Почему такой дизайн? Дизайнер платья Алина Герман. Это дизайнер из Питера, очень известный, который, в том числе, не просто российских звезд надевает, таких как Аня Лорак и Светлана Лобода. Ну, в общем, я не буду перечислять этот список бесконечно. И я всегда смотрела на нее платье, на ее платье, и как-то даже у меня была съемка в ее платьях, и я тогда еще обратила внимание на качество шелка, на швы, на драпировки, вообще на то, как она все это украшает. И за две недели, наверное, до свадьбы, или за неделю, я уже не помню, я просто написала Алине, мы с ней договорились о цене, договорились о платье, и она сшила его, просто я прислала ей свои мерки, и платье я померила за день до свадьбы, оно идеально село. Ты не переживала? Нет, я никогда вообще не переживаю, вообще никогда не переживаю. То есть ты вообще всегда уверена, что будет все четко? Я даже когда в магазины прихожу за одеждой или за платьями, я никогда не мерю. Для меня это просто хуже некуда. Зайти в примерочную, раздеться, одеться, посмотреть, потом опять это все снять, потом надеть на себя ту одежду, в которую я пришла, для меня это смерти подобно. Я никогда не покупаю одежду, меряю ее. Я просто беру на глаз, и это уже происходит много лет, или заказываю в интернете, или просто вот так складываю все и заберу. А мейк и прическа на свадьбе тоже не делали репетицию? Репетицию тоже не делали, все было в первый день. Расскажи, пожалуйста, вот знаешь, что я вспоминаю про первую брачную ночь от Богдана? Что он имел в виду? Да, да. Богдан, когда мы поехали в Питер, он подошел к Алексею и сказал, а у вас будет мрачная ночь? Мрачная, не брачная. Алеша сказала, ну да, будет, конечно. Он говорит, а можно мне посмотреть хотя бы, как вообще это будет выглядеть? Что такое мрачная ночь? Почему столько об этом разговоров? Что там происходит? Там, говорит, все друг другу сиськи показывают, да? Нет, Богдан, там никто никому ничего не показывает. Приходят просто люди ложатся спать, очень уставшие после свадьбы. Вот он сказал, ну, хотелось бы, конечно, узнать, что такое мрачная ночь. Ну, потом он, конечно же, спрашивал, была ли она у нас. Но она у нас была, как, мне кажется, могла бы быть, как у большинства людей, которые очень сильно устали. Я, честно говоря, не понимаю, почему мы так устали, хотя мы были вдвоем. И как бы мы устали, если бы мы сделали эту свадьбу, так скажем, на широкую ногу для всех. Но я, честно говоря, против таких свадеб, тем более у меня уже второй брак. И первый раз, да, у меня была такая вечеринка с 150 человек людей, и звезды, и родственники, и друзья. Это очень сильно вымотало. Сейчас бы меня вот уже вымотало бы это еще сильнее. Я бы, наверное, была злая, как собака. Поэтому даже несмотря на то, что мы были вдвоем, у нас все равно получился весь день какой-то очень насыщенный. Петра Павловская, и ужин там, да. И мы ездили, и прогулки на чайке, и вот потом уже под вечер ЗАГС. Поэтому, когда мы пришли в номер, мы вот так вот легли на кровать вдвоем в одежде. Просто уставшие. Ну что, пойдем есть. И мы, несмотря на то, что у нас был ужин и в отеле, мы как-то почему-то вдруг решили переодеться просто в спортивные штаны и поехать в наш любимый ресторан в Петербурге поесть мясо. Я хотела безумно, хотела поесть мясо. В общем, мы в нашу брачную ночь сначала поехали, поели мясца, а уже потом вернулись в отель. Ну, конечно же, для приличия мы хотя бы исполнили супружеский долг. Это прекрасно. Алена, скажи, пожалуйста, вот такой выбор автомобиля, чайка, он чем-то обусловлен, какими-то ассоциациями в твоей жизни? Я никогда не ездила на чайке, я очень сильно хотела поехать на чайке. Автомобиль, на самом деле, искали очень долго, ты помнишь, что это не так-то просто было найти чайку черную с белым салоном, как я захотела, потому что действительно Роллс-Ройс проще найти и дешевле. Но нашли, слава богу, общими силами и усилиями, спасибо вам за это тоже, Старик Хатабыч, такой фильм был раньше, и эта машина снималась в этом фильме и принадлежала, я не помню, кому она принадлежала, я уже забыла. Но это не важно, главное, что это очень такой исторический автомобиль, да? Интересный автомобиль, интересная история, и очень круто, что именно на этой машине мы были в день нашей свадьбы. Мы с тобой как-то болтали, и ты мне сказала, что знаешь такую фишку, что в Питере, если ты просто в шутку скажешь на росписи «нет», вам просто отменят свадьбу, это правда? Да, да, то есть они спрашивают не просто для галочки, согласны ли вы, то есть если бы кто-то из нас пошутил и сказал «нет», то у нас не было бы свадьбы. Вот как в фильмах, понимаешь, бывает, когда есть какие-то несогласные, кто не хочет, чтобы люди женились, и какой-нибудь там Вася под колеса. Пьяный дядя говорит «нет», и свадьба отменяется. То есть здесь точно так же, тут все очень серьезно, настолько все серьезно, настолько все торжественно и как-то так строго, что прям надо со стихами, все до слез, прям так. Но мы вели себя ужасно, насколько ты помнишь, на самой регистрации, потому что нам было смешно. Во-первых, никто не знает, что я сняла туфли в ЗАГСе, у меня под платьем вообще ничего не было. Ну, кстати, вообще ничего под платьем не было, ну ты знаешь. Это, кстати, очень пикантная подробность специально для моего влога. Да, так, илья не было, только для Городжи, я рассказываю. И туфли я сняла, потому что я устала уже за целый день, хотя они были невысокий каблук, но просто мне хотелось идти босиком, и, в общем, я в ЗАГСе босиком, и мы такие как хулиганы какие-то. Там все эти тетеньки, все торжественно, все серьезно, все чинно, благородно, и мы идем, смеемся. И когда она начала еще таким своим голосом секса по телефону зачитывать нам пожелания и напутствия удачи в семейной жизни, у нас просто прорвало. Мы смеялись, я даже не помню, что нам там желали и что говорили. Ну, вообще, там целовались раньше положенного, я тоже помню. Человек такой душевный. Хотелось, чтобы ты рассказала нашим зрителям о своем букете, потому что он был очень символичный, очень необычный, и он настолько вот, знаешь, как-то меня так поразило, так тронуло, потому что мы вообще очень редко думаем о каких-то других людях в своей суете. Ты сейчас имеешь в виду Марусю? Да. Просто за неделю, наверное, или за полторы до свадьбы я в интернете нашла профиль девушки, которая борется с раком, очень красивой, такая прям наша баба. И я заинтересовалась ее жизнью, я написала ей в директ, и мы как-то потихоньку начали общаться, и когда заобщались, я поняла, что именно этой девушке я обязательно отдам свой букет невесты. Я не буду его кидать никому, там, с Петропавловской крепости, не буду его опускать в Неву, чтобы он там уплыл и принес нам много счастья. Я подумала, что на следующий день я поеду и подарю этот букет Маруси, и как раз мы с ней в жизни и, наконец-то, познакомимся. Вот мы, кстати, познакомились, и я приехала к ней домой вместе с Лешей. Ее мама накормила нас вкусными варениками. Мы сидели весь вечер, болтали, я, конечно же, подарила ей букет, и мы общаемся до сих пор. Теперь, когда я приезжаю в Питер, мы с Марусей встречаемся. И она, я надеюсь, что пойдет на поправку. Я очень надеюсь, что мой букет, что это традиция такая, которая должна произойти. То есть девушка, которая получает букет, должна в скором времени выйти замуж. Я прям очень хочу, чтобы я тоже погуляла на ее свадьбе. И я надеюсь, что так и будет. Как Леша появилась в твоей жизни? Это был какой-то период? Ты уже была готова к новым отношениям, к свадьбе? Я на тот момент уже была практически год без отношений. Но на самом деле публичная жизнь, она такая странная. Вот иногда очень часто про нас, про девушек, которые известны, ну будем говорить откровенно, пишут какие-то небелицы, знаешь, и приплетают туда вот... Всех подряд. ...любовников, которых они знают. Может быть, там 15 лет назад у меня был любовник, вот они его до сих пор вспоминают. Мне так хочется сказать, что обо мне такого плохого мнения, и вы думаете, что у меня проблемы с сексом, и у меня нет любовников даже в тот период, когда я нахожусь не в отношениях. Нет, у меня всегда все было хорошо. И, конечно же, когда я закончила свои предыдущие отношения, у меня была личная жизнь, просто я ее не афишировала. И у меня все было прекрасно. Просто я не хотела ни с кем встречаться. Меня устраивало все и так. Но когда появился Леша, мой друг, с которым я общаюсь с 13-го года, с которым мы... Я так думала, что мы дружили. Мы, правда, потом подняли переписку, и, оказывается, он все эти годы ко мне подкатывал. Но он настолько это интеллигентно делал, что мы, девушки, не спустяные, не можем понять, что это, оказывается, к нам так подкатывают. Он приехал в Москву, мы сходили с ним поужинали, поболтали. Он сказал, я через неделю снова приеду, пойдешь со мной на концерт, я выступаю в Лужниках. Я говорю, да, конечно, схожу, почему бы и нет. Я причем отменила свидание. Там я как раз ходила две недели, у меня прям вот начинались, кстати, отношения. Прямо они начинались, я тебе говорила. Мы уже целовались с этим человеком, и начинались прям серьезные отношения. То есть вот все как надо. Не просто там какой-нибудь любовник, а с ухаживаниями, с цветами, с ресторанами. И вот-вот-вот уже самый момент, когда скоро все случится, и просто появляется Леша, который вот так вот... И уводит тебя в Питер. ...пись под носа, да. Потому что у нас вот он приехал утром, как друг за мной взять меня на Лужники, и мы поехали на концерт, а этим же вечером мы просто уже вместе уснули, и я вообще ничего не поняла. Я просто ничего не поняла. Он не дал мне времени подумать вообще. Давай с тобой о предложении. Я помню, что ты на программе у Андрея Малахова... Стала говорить, да. Да. Риана начала говорить о том, что так, так вообще предложение не делается вообще. Я просто не стала говорить у Малахова, мне было неудобно, потому что там сидели и взрослые люди, и уважаемые актеры. Ну, Ань, ну это было вообще просто. Мы остались одни дома, потому что в этот день мой бывший супруг забрал ребенка, и мы просто были предоставлены сами себе. Мы валялись целый день в кровати, просто что-то сживали, там какие-то круассаны, смотрели кино, вообще не вылезали из кровати. Ну, ты понимаешь, что я говорю. Просто весь день в постели. И он встает, на нем ничего не было. Куда-то уходит, и что-то приносит в руке, просто вот так вот берет мою руку, надевает на меня кольцо, и говорит, ты выйдешь за меня замуж? Перед этим он еще сказал что-то. Он что-то еще... Дог тебе, дог тебе, дог тебе, дог. Он что-то начал еще говорить про то, что он чувствует, что мы всегда будем вместе, что... Ну, просто, ты представляешь, ты лежишь в постели, такая, все было хорошо. И тут тебе говорят, да, что... Сын прижик. ...что не стоит больше тянуть, не стоит больше ничего ждать, что все уже и так понятно. У меня сердце начало бешено биться, то есть я поняла, что что-то сейчас будет, но я вообще не ожидала, что он возьмет и наденет на меня кольцо. Я обалдела, честно. И я, конечно же, я ему сказала да, через несколько секунд я не стала там выделываться и говорить, хорошо, я подумаю, как это было в первом случае, потому что я месяц не давала ответ первому супругу, хотя мы уже жили вместе, но просто 25 лет, мозгов нет, и хотелось повыделываться. Вот. А здесь прям все очень так. Роковая женщина. Ален, кого ты в следующей программе нашей хочешь увидеть, чью историю любви услышать? Мне честно и любопытна история любви моей очень хорошей приятельницы Нелли Ермолаевой, я знаю, что ты тоже ей свадьбу делала, просто у них настолько замечательное отношение с супругом, что я хотела бы лично прям послушать вот эту чудесную историю любви, потому что мне интересно, и я буду благодарна, если вы тоже пригласите на интервью, я посмотрю с удовольствием. Спасибо огромное. Спасибо. Обязательно позовем ее в другие наши выпуски. А с вами были хроники звездных свадеб. У меня в гостях замечательная телеведущая, красавица, не могу сказать, что певица, пока она еще не поет, Алена Водонаева, секс-символ российского шоу-бизнеса, настоящая мама, добрая жена и великолепная девушка. Спасибо огромное вам, что были с нами. С вами была Анна Городжия и хроники звездных свадеб. Посмотрите нас на bmg.ru и будьте счастливы. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok